Доброе утро! 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 черного хлеба, один шампиньон среднего размера, помидоры и зелень петрушки. Шампиньон и помидоры порежем ломтиками. Хлеб нужно очистить от корок и порезать треугольничками. На плите разогреем сковородку с растительным маслом. Выложу кусочки хлеба и шампиньончик. А в это время забью два яйца. Обратите внимание, очень важный момент или маленький секрет. Сначала взбивают яйца, потом добавляют молоко. И тогда омлет будет более однородным. Добавлю перец и соль. Хлебушек перевернул, добавлю помидоры. Помидоры и хлеб обжарились. Аккуратно выливаю сюда нашу смесь. Накрою крышкой и оставлю на не очень сильном огне минут на 5-6. Ну вот, наш омлет готов. Осталось выложить на тарелку. Немножко тертого сыра. И последний штрих. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Записали рецепт? Молодцы. Просто начните завтракать. Не с понедельника, не с 1 января, а в ближайшее утро. Старайтесь не реагировать на отсутствие аппетита, а целенаправленно в течение 1-3 недель ешьте по утрам. Вы практически не заметите, как быстро выработается такая важная привычка. 23 мая в Чебоксарах побывал популярный певец, композитор, продюсер и автор песен Дан Балан. И не просто побывал, а выступил с концертом. Давайте посмотрим вместе, как все прошло. Выход певца на сцену чебоксарцы ждали долго и упорно. Около одного часа. Но чудо все же свершилось, и он появился на сцене. Дан Михай Балан. Молдавский музыкант, автор песен и продюсер, бывший солист группы Озон. В феврале 2010 года вышел сингл «Чика Бом», занявший первые места в чартах. В октябре того же года в эфире радиостанции «Лав Радио» состоялась премьера совместной песни Дана с Верой Брежневой «Лепестками слез», которая также возглавила официальный чарт России. В данный момент певец проживает в Нью-Йорке, владеет румынским, русским, французским и английским языками. На сцене Балан исполнил свои самые известные песни. Поклонницы так разгорячились, что чуть не стащили певца со сцены. Правда, все обошлось. В целом все остались довольны. И это несмотря на то, что ждать певца пришлось целый час. Услышать получилось всего семь композиций. Но это того стоило, отметили фанаты, ведь Дан Балан исполнял все свои хиты вживую. Ольга Алексеева, Евгений Анисов, специально для программы «Ваше утро». Доброе утро еще раз. Вы уже проснулись, позавтракали, узнали свежие новости и считаете, что готовы к началу нового дня. Но я вас огорчу, это не совсем так. Вы еще зарядку не сделали. Хватит искать оправдания, почему вы ее ежедневно пропускаете. Вставайте перед экранами своих телевизоров и повторяйте за тренерами «Тонус-студия». Здравствуйте! В это весеннее утро вас приветствует «Тонус-студия». С вами инструктор Елизавета. Подготовим свою фигуру к пляжному сезону. Начинаем. Встали. Ногу немножко полусогнутую держим и начинаем. Пять раз медленно, пять раз быстро и пульсирующими движениями тоже пять раз. Показываю носок на себя, коленка полусогнутая. Медленно. Раз, два, три, четыре, пять. И быстро. Раз, два, три, четыре, пять. И пульсирующие движения. Раз, два, три, четыре, пять. Встали. Другая нога. То же самое. Пять раз медленно, пять раз быстро и пульсирующие. Начали. Раз, два, три, четыре, пять. Быстро. Раз, два, три, четыре, пять. И пульсирующие. Раз, два, три, четыре, пять. Отдохнули. Теперь делаем то же самое. Три раза пульсирующие и приседаем до конца с прямой спиной. По три раза. Раз, два, три. И присели до конца. На эту же ногу. Раз, два, три. И присели до конца. Последний раз. Раз, два, три. И присели до конца. И другая нога то же самое. Раз, два, три. И присели до конца. Раз, два, три. Присели до конца. И последний раз. И присели. Отдыхаем. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Для следующего движения можно для проверки себя стать боком. Можно руки по обе стороны взять. Делаем пульсирующие три движения. Присели до конца. Коммент практически до пола. Раз, два, три. И присели до конца. Раз, два, три. Присели до конца. И последний раз. Раз, два, три. Присели до конца. Далее другая нога. Начали. Раз, два, три. Руки помогают. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И последний раз. Раз, два, три, опустили. Начинаем приседания прямо с выпадом ноги вперед. Начинаем. Делаем четыре приседания. Раз, удар, два, следующая нога. Удар, три, четыре, пять, шесть, носок на себя. Семь и последний раз. Восемь. Отдыхаем, делаем ласточку. Спокойно. Для равновесия держимся сколько можем. Далее. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще последний раз вдох и полностью выдох. На этом все. Надеемся, к пляжному сезону ваши ягодички будут в отличной форме. С вами была Елизавета. Стремитесь быть красивыми, стройными вместе с Тону Студии. Отмечу, что в Тону Студии проходят индивидуальные тренировки по коррекции веса, релакс-программы, оздоровительные процедуры. Кроме этого, в Тону Студии можно приобрести абонемент «Все включено» и воспользоваться гибкой системой скидок. Ваша внешность в ваших руках, милые дамы. По всем вопросам обращайтесь по телефону 33-25-00. Мы продолжаем наполнять ваше утро важной и нужной информацией. Для 19 тысяч чувашьих школьников прозвенел последний звонок. Во всех школах республики прошли праздничные мероприятия. И как же было приятно смотреть на девочек в коричневых платьицах и белых фартуках. Мой коллега Дмитрий Ковалев полюбовался ими в новочебоксарской школе. Даже самые заядлые модницы раз в году следуют советским канонам и наряжаются в ту самую школьную форму. Пышные банты, белоснежные фартуки, отглаженные платья, яркие ленты. Вот они, традиции, которые еще не забыты, и им в этой школе стараются следовать многие. Этот день упускникам запомнится на всю жизнь. Конечно, для нас это очень торжественный и важный день, так как мы все-таки заканчиваем школу. Нам одновременно и радостно, но, конечно же, мы будем скучать по своей любимой и родной школе. Доска, на которой выпускники вырисовывали мелом, буквы и цифры, украшена пожеланиями и фотографиями. Со слезами на глазах этот праздник встречают учителя. Подобрать нужные слова детям, которые стали им родными, довольно непросто. Не путайте, не ищите середину. Выбирайте доброе, справедливое, красивое. Добрый путь. 23 ученика в 19-й Новочебоксарской школе – настоящие герои. Так уж получилось, но из этого храма знания 11-й А-класс выпускается в гордом одиночестве. Всего же в республике аттестаты получат более 7 тысяч человек. Глава Чувашии пожелал им стать элитой общества. На самом деле, школьники в современной России, в современной Чувашии, они уже другие на уровень, можно сказать. Они стоят выше, в совершенстве владеют всеми теми информационными технологиями. И на сегодняшний день, получая эти знания, они общаются всем миром. Это очень здорово. В этом году в школе и потрудились, и поучились на отлично. Десятки учеников одержали победу на олимпиадах и престижных конкурсах. Достижения власти тоже оценили по достоинству. Лучшим из лучших на линейке вручили благодарности и дипломы. Саму школу наградили свидетельством о передаче современного оборудования. Стоит оно, ни много ни мало, более 1 миллиона рублей. Вот такие талантливые выпускники 2013. Традиции выпускных вечеров нерушимы. Покидая школу, старшие принимают клятву у первоклашек. Почнемся поддерживать огонь любви к администрации и школьным учителям. Клянемся! Раз, два, три! Что ж, праздники прошли, выпускники уже сдали первый экзамен. Теперь идет подготовка ко второму. Правда, устоявшаяся теплая погода не дает сосредоточиться на изучаемом предмете, так и зовет выйти на прогулку. Порадует ли она нас сегодня, мы узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды Башкирский государственный театр оперы и балета. По сообщению Чувашского гидрометеоцентра сегодня 28 мая пасмурно, без осадков. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха в Чебоксарах 16-20 градусов выше нуля. По республике плюс 15, плюс 21. А сейчас зовите к экранам своих малышей. Я знаю, что порадует не только их, но и вас, дорогие взрослые. Это мультфильм. В шляпочном домике, на краю черного леса, жил гном Рацуэль. Няу! То он сердился, то смеялся, то лакомился малиной. То чернику заедал ежевикой. Но больше всего он любил шнырять по лесу. Но как раз сегодня все было наоборот. Хм! Сегодня вообще из постели не вылезу. Рацуэль, выйди! Ну, выйди, кое-что увидишь. Не хочу ничего не видеть, не слышать. Ничего не делаю, лентяйничаю. Если бы ты знал, что творится в шиповнике, сразу бы выскочил. Рацуэль устала любопытно, и он мигом выбрался из постели. Иду к шиповнику, а потом к можжевельнику. А если хотите, я вас отвезу. Удачного дня всем тем, кто выходит из дома прямо сейчас. А всем остальным я настоятельно рекомендую провести это утро вместе с нами. Сегодня вторник, 28 мая. Именинники дня Дмитрия и Макары. Если знаете таких, не забудьте их поздравить. Гороскоп продолжает наше утро. Овны. Старайтесь контролировать свои слова и поступки. В противном случае, находясь под впечатлением от трудного дня, вы можете незначально нарушить гармонию внутрисемейных отношений. Тельцы. У вас появилась хорошая возможность улучшить взаимоотношения с родственниками и своей любимой второй половиной. Обстановка в доме сразу станет теплее и уютнее. Близнецы. Отношения в семье вполне вас устраивают. А что еще надо человеку для хорошего отдыха дома? Вот и спешите с работы прямо домой и не заставляйте себя ждать. Не то они могут и ухудшиться. Раки. Если у вас есть проблемы в семье, старайтесь не рассказывать о них в кругу своих знакомых или коллег по работе. Ваши слова могут неверно истолковать, а впоследствии распустят всевозможные слухи. Львы. Если вам кажется, что ваши принципы лишь осложняют вам жизнь, значит пришло время их пересмотреть. Девы. Если у вас были проблемы с семьей, то сегодня, проявив некоторую дипломатичность и гибкость, вы сможете без труда исправить сложившиеся положения и гармонизировать отношения в семье. Весы. Выполняйте свои домашние обязанности и обязательства перед близкими, несмотря ни на что. От правильности ваших действий зависит, какая установится атмосфера в доме на ближайшее время. Скорпионы. Вам стоит более внимательно отнестись к словам и поступкам супруга или супруги, чтобы вовремя заметить и предотвратить назревающую ссору. Стрельцы. Сегодня от вас потребуется быстро принимать решения. Если справитесь, то улучшение финансового положения вам обеспечено. Козероги. Авторитарные решения могут привести сегодня к тому, что вы совершите непоправимую ошибку, так что прислушайтесь к мнению коллег. Водолеи. Сегодня вам наконец-то удастся завершить давно начатое дело или совершить важный шаг в продвижении его вперед. Желаем удачи! Рыбы. Вовремя принятое решение и правильная оценка ситуации поможет вам поднять авторитет среди коллег и партнеров. На этом я с вами прощаюсь. В это утро вторника с вами просыпалась я, Ольга Алексеева. Удачного вам дня и хорошего весеннего настроения. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин